Привет, меня зовут Николай, и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след, и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Джеффри Мур с книгой «Преодоление пропасти. Как вывести технологический продукт на массовый рынок». В книге много говорится про инновации, про жизненные циклы продуктов, про новаторов, ранних последователей, но при этом всем сама книга примерно к концу 2012 года. И ею мы заканчиваем небольшой цикл изданий периода 2010-2014, таких как Deadline, Комасута для оратора, Брать или Отдавать и тому подобных, которые уже вроде и не молоды, но и пропустить их категорически тоже нельзя. Очевидно, что некоторые вещи из книги «Преодоление пропасти» безбожно устарели, и перечитывая ее заново, для того, чтобы выбрать 10 актуальных фактов и 3 задачи, я делал ставку на поиск таких вещей, которые будут справедливыми и сейчас, спустя 8 лет после публикаций, и не утратят своей актуальности еще через 8 лет в 2028. О Муре много говорить не будем, это представитель классической американской бизнес-школы, консультант, автор нескольких деловых бестселлеров, у него в фокусе его работы это исследование рынков, бизнес-стратегий и принятие управленческих решений. Вместе со мной книгой, как всегда, будет «Бокал вина», но разговоров о нем сегодня не будет, поэтому давайте потратим это время на то, чтобы подписаться на канал с помощью такой большой прямоугольной кнопки сразу под видео, потом нажмем на колокольчик рядом с кнопкой прямоугольной, напишем комментарий про то, что мы думаем про Мура и мою манеру обзора книг, ну и дослушаем до конца, предметно обсудим, что же он там такого напридумывал, чтобы помочь вам и вашему проекту преодолеть пропасть, а потом уже оставим комментарий. Все книга в одном предложении, почти каждый из тех, кто начинает свой собственный бизнес, хочет не просто заработать денег, а создать продукт, способный изменить мир. Но усмешка судьбы в том, что мир отлично себя чувствует и без этого продукта, потому что люди в большинстве своем, они инертны, и они отлично взаимодействуют с тем, что у них уже есть в наличии. Как заставить полюбить то о существовании, чего они даже не догадываются еще? И вот именно этому пытается научить нас Джеффри Мур в своей книге «Преодоление пропасти». Именно об этом мы попробуем поговорить в формате 10 фактов и 600 секунд. Типы инноваций. Есть два типа инноваций по Джеффри Муру. Первый требует от потребителя изменения установленных стереотипов поведения, а второй модернизирует сам продукт, но оставляет привычный порядок действий. И феномен пропасти относится как раз к первому типу, именуемому прерывающим. Для того, чтобы быстрее и лучше понять, в чем отличается один тип инноваций от другого, вспомните, пожалуйста, мобильный телефон образца 2007-2008 годов, когда они уже были сенсорные, но все были со стилусами. И вот отказ от стилуса и управление телефоном с помощью пальцев, это как раз и есть второй тип инноваций. Модернизация самого продукта, но, в общем-то, привычный порядок действий. Вы точно так же взаимодействуете уже с сенсорным экраном. А вот переход от кнопочного экрана к сенсорному, это первый тип инноваций, потому что вы меняете установленные стереотипы поведения. А уж тем более переход от обычного телефона к, по факту, к компьютеру, со всем набором приложений, функциональностью и всего такого, что вот впервые сделал iPhone в 2007 году. Вот это и есть как раз первый тип инноваций, который требует от вас изменения установленных стереотипов поведения. Вы теперь не просто звоните по телефону или отправляете смс, вы проводите там 80% свободного времени, работая, играя, узнавая новое и так далее, далее, далее. Вот это вот как раз мобильный телефон и его видоизменения, разные моменты видоизменения есть как раз одним из самых ярких примеров разновидностей инноваций. Когда вы придумали продукт, способный перевернуть мир, вы придумали его только в своей голове. И поэтому достучаться до потребителя, это задача, как правило, нетривиальная, а привлечь его внимание настолько, чтобы он понял и принял абсолютно новый, непонятный, незнакомый ему товар, это задача экстраординарная. И в этом вам поможет знание не только типов инноваций, но еще и знание жизненного цикла инновационного продукта. Нельзя вот просто так взять, придумать лазерный бластер для разрушения небольших астероидов и в этот же месяц занять этим бластером самые выгодные полки в ближайшем супермаркете. Прежде чем инновационный товар попадает в массовое потребление, проходит немало времени и первыми пользователями становятся так называемые новаторы, составляющие чуть более 2% всех потребителей. И провидцы, или их еще называют ранние последователи, это примерно 13,5%, ну там до 15% всех потребителей. Остальные же люди не спешат приобретать новинку, как вам бы этого хотелось в этот же день, в день выпуска этой новинки, и находятся на стадии выжидания. Вот именно на этом этапе и образуется пропасть, которую в идеале необходимо сократить время пропасти до минимума и процедуру ее прохождения. Все потому, что на одной чаше весов у вас 85% потребителей и целевой аудитории дотянуться до которой вы просто пока не можете, а на другой чаше весов в эти 15%, 2% новаторов и 13,5% ранних последователей, с которыми вы будете работать. И для того, чтобы не умереть еще до начала прохождения этой самой пропасти, научитесь работать с ценностями потребителя. В этом заключается третий факт из книги. Каждая из категорий целевой аудитории обладает набором своих каких-то критериев значимости продукта, своими ценностями, и то, что было актуально для новаторов или ранних последователей, не факт, что будет, скорее всего, факт, что не будет актуально для раннего-позднего большинства, которые составляют основную долю рынка от 68 до 80%. И этот факт замедляет распространение продуктов. Если вовремя не выявить потребности раннего большинства, товар попадает в бездонную пропасть. То есть вы вроде бы удачно начали прыжок в момент вашего общения с новаторами, но не подумали о том, каким будет продукт для раннего большинства, и упали на самое-самое дно. Выбраться из такой пропасти порой невозможно, и вам придется либо перезапускать продукт или услугу, либо вообще отказаться от этой идеи. Использование одной и той же стратегии продвижения на всех этапах и для всех целевых аудиторий, и для новаторов, и для ранних последователей, и для большинства – это, как говорит нам Джеффри Мур, заведомо провал. Чем же мотивируются новаторы, раннее большинство, и как преодолеть пропасть перехода от раннего большинства к массовому продукту – об этом мы поговорим в трех ближайших слайдах. Первая – мотивация для новаторов. Потребители этого сегмента, все, что вам нужно знать, что они покупают продукт не для того, чтобы он изменил их привычки, они покупают его для того, чтобы протестировать первыми, и первыми получить вот этот вот пользовательский опыт. Здесь срабатывает так называемый спортивный интерес, попробовать то, чего ни у кого еще нет. Быть круче остальных и, возможно, раньше всех остальных, поменять свою жизнь в лучшую сторону. Для новаторов не важно, насколько товар пригоден для эксплуатации или насколько он идеален, важно первым получить опыт владения. Именно поэтому для новаторов в том числе и не так важно, как выглядит визуально продукт или какая у него маркетинговая стратегия. Важно, попадает ли он в матрицу вау-фактора, вызывает ли эмоции и решает ли реально какую-то задачу по упрощению жизни потребителя. Делает ее более комфортной или не делает. Вопрос о качестве возникает уже как раз на этапе раннего большинства. Вот мотивация раннего большинства говорит нам о том, что этому типу людей уже важно качество продукта. При этом приоритет при выборе остается все такой же, как у новаторов, ответ на вопрос, насколько этот товар упростит жизнь и как он решит какие-то задачи, которые до сегодняшнего дня не решаемы. Важно знать про раннее большинство, что они как бы ассоциируют себя с новаторами, они хотят идти в ногу со временем, следят за всеми новинками, но они бездумно не бросаются как в те 2% тестировать все новое. Им нужно понимать реальные выгоды и реальные задачи, которые решает этот продукт. Только так вы сможете их зацепить. И как говорил Ниро Яль в книге «На крючке», вот главная задача успешного продукта – убедить людей, что он улучшает жизнь. Пока пользователи верят, они покупают. И дополнительные преимущества позволяют вам устанавливать и более высокие цены по сравнению с товарами ваших конкурентов, и прочно закрепляться в сознании ваших потребителей. Поэтому мотивация раннего большинства важна в том смысле, что товар должен быть уже… товар должен абсолютно соответствовать их ожиданиям о улучшении качества жизни. Ну и вот в этом, в общем-то, и есть преодоление той самой пропасти. Основная мысль, которая вынесена в книгу, в книге заключается в том, что ворваться на рынок, который уже забит привычным и понятным, будет невероятно сложно. Поэтому вам не нужно пытаться сразу продавать товар всем и делать его для всех, а нужно выбрать лишь один ее сегмент. Ну, те, кто читал книгу «Спроси маму», наверняка помнят об этом тезисе, который там тоже не единожды звучит на страницах, о том, что вам не нужно продавать товар сразу для всех. Ну, в общем, когда продукты ценят, сарафанное радио или ваши маркетинговые усилия не сделают свое дело, а сейчас же нужна микросегментация. И поэтому для выбора аудитории в данном случае привычные способы не подойдут, вам нужно будет все равно прожить это все самостоятельно, по крупицам собрать эту информацию и поговорить с каждым из представителей вашей целевой аудитории. И вот тут возникают в процессе преодоления пропасти самые важные два момента. Первый. Ну, его еще можно описать как метод тыквы, который Майкл Миколовец в своей одноименной книге «Метод тыквы» проартикулировал. Он говорит о том, что сфера деятельности компании, она должна же быть узкоспециализированной, потому что вы не можете занять лидирующие позиции в мире, если занимаетесь всем подряд на старте. И поэтому, чтобы отсеять ненужные товары, нужно посчитать, какие приносят меньше дохода, так нам говорил Миколовец. Ну, а в вашем случае нужно понять, что инновации нельзя делать одновременно в нескольких направлениях, нужно сконцентрироваться на каком-то одном товаре, продукте, услуге, который будет фокусом, стержнем, квинтэссенцией всего того, что вы делаете. И второе, нельзя делать продукт сразу для всех. Это Роберт Фицпатрик и книга «Спроси маму», подробно об этом там говорится. В общем, чем меньше выделенная группа покупателей, на которую вы ориентируетесь, тем круче. Сегмент собирается по критериям достижимости, прибыльности и результативности. И получается, что для преодоления пропасти это как раз вам нужно найти стык вашего фокуса на каком-то одном товаре или услуге, которые вы будете делать лучше всех в мире. И четкое понимание того, тщательно описанного и задокументированного сегмента, ради которого вы это все делаете. Вот так вы и преодолеете пропасть. Ну и при этом помните, что сроки вывода продукта важны. Джеффри Мур говорит нам о максимальных сроках в 3 месяца, и это, я напомню, было еще в 2012 году. Возможно, сейчас... Ну, во-первых, это, наверное, все-таки условная цифра, в разных продуктах по-разному. Но если мы говорим о том, что в 2012 году это были какие-то условные 3 месяца, то сейчас это уже, наверное, 2. Потому что продукт, он, во-первых, должен быть цельным и с проработанной инфраструктурой и какими-то дополнительными компонентами. А во-вторых, бета-версия не удовлетворит всех мотивов покупки никого, кроме новаторов и ранних последователей, которые составляют не больше 15% всех ваших потенциальных потребителей. Помните, что вы должны делать лучший продукт. Для того, чтобы завоевать доверие и закрепиться на рынке, нужно не просто говорить о том, что у вас лучший продукт, а он действительно должен превосходить конкурентов по одному из критериев, а лучше по нескольким из критериев. Потому что компания, которая претендует захватить рынок через год, весь, она должна быть абсолютным лидером в какой-то обозначенной нише, и каждый потребитель должен понимать, почему он покупает этот товар, а не товар конкурента. Потому что прагматики, они ориентируются на рейтинг и совершают покупки, как правило, у тех, кто занимает первые строчки в топе. И поэтому, если вы не там, то и... Если вы не там с лучшим продуктом, то и про то, чтобы завоевать весь рынок, пока, наверное, речь не идет. При этом помните о формуле позиционирования товара. Девятый факт. Чтобы понимать, как вам нужно преподносить продукт для вашей целевой аудитории, определяйтесь с такими вопросами. Для кого он предназначен, какую проблему решает, чем недоволен потенциальный потребитель, и чем продукт отличается от возможных аналогов. Постарайтесь определить главное качество продукта и возможности его практического применения. На стыке вот этих всех вещей у вас получится... Ну, у вас получится матрица, и, в общем, на стыке этих всех ответов на эти вопросы вы получите идеальную картину для позиционирования вашего продукта, товара или услуги среди вашей целевой аудитории. И, что самое важное, это будет не просто матрица, взятая из головы, она будет взята на основе реальных ответов, реальных потребителей, а значит, будет попадать всегда в цель, когда вы будете продолжать общаться с потенциальным покупателем для того, чтобы из потенциального превратить его в реальный. Ну и десятый факт. Помните, что нет проблемы произвести продукт, есть проблема его продать. При этом на этапе преодоления пропасти продажи не ставятся во главу угла, а грамотно выстраивается маркетинг. Если вы следите за маркетинговой индустрией, то, наверное, знаете, что очень много экспертов сейчас говорит о том, что маркетинг-продаж, он умер давным-давно, и ему на смену пришел маркетинг взаимоотношений. Это такая история, когда вы либо обучаете, либо развлекаете, либо эмоционируете вместе с клиентом, но ничего ему не напариваете. Поэтому, да, конечно, определяйте каналы распространения, установление рыночной стоимости, делайте все классические вещи, которые маркетингу присущи, выявляйте возраст, целевой аудитории, деятельность, интересы, авторитеты, там, соцдем, все срезы, но при этом помните, что чем человечнее вы разговариваете с вашим потребителем, чем персонифицированнее вы разговариваете, чем больше вы вызываете у него эмоций, чем больше вы его или развлекаете, или обучаете, то тем приверженнее он будет вашему товару, продукту, услуге или бренду на всех этапах жизненного цикла продукта. При этом, Джеффри Мур в конце еще нам говорит, не демпингуйте, не устанавливайте стоимость ниже соответствия лидеру, всегда точно знаете, сколько стоит ваш товар и ни центом меньше. Такие быстрые 10 фактов из книги Джеффри Мура «Преодоление пропасти» про инновационные продукты и все такое в 2012 году. Думаю, что действительно, не хотелось бы хвалить, конечно, но вроде бы получилось выбрать именно те 10 фактов, которые актуальны и сейчас в 2020, и мне кажется, они будут актуальны и дальше. Единственное, что время на их внедрение будет сокращаться. Три задачи из каждой книги обязательно. Я всегда, мы все в «Читай быстро», когда делаем обзоры книг, выписываем в букнот. Букнот — это блокнот для осознанного чтения. Мы туда выписываем и факты, а потом на основе этих фактов формируем задачи. В общем, это такая удобная и полезная штука для того, чтобы структурировать мысли из книги и потом применять их на практике и получать от этого максимум пользы. Ходят слухи, что это один из самых неплохих подарков для любителя чтения, книголюба и всех таких вот людей, которые не представляют себе жизни без нон-фикшн-литературы. Больше о нем узнать можно на нашем сайте booko.info.com. Слэш-блог. Слэш-букнот. Три задачи, которые я выписал себе в букнот. Первая — фокус-фокус-фокус. Три раза фокус и подчеркнуто. На монопродукте, на узком сегменте целевой аудитории, который нужно разработать. Досконально на атомы разобрать это все. И на команде, с которой ты это делаешь. Вот три фокуса. Продукт, целевая аудитория, сегмент и команда, с которой ты это делаешь. Вторая задача. Мотивация новаторов, ранних последователей большинства. Помнить о жизненном цикле продукта и подстраивать его под разные группы. И третья задача. Слова одной из моих любимых преподавателей в университете. Нет проблемы произвести товар, есть проблема его продать. Маркетинг — это всегда 20-30% от всех доходов и наращивания присутствия. Не жалейте денег на маркетинг, рекламу и на то, чтобы как можно больше людей узнало о вашем продукте. Несмотря на то, что продукт должен быть качественный, инновационный, сам себя продавать, но его поддержка маркетинговая, маркетинговая, все так же нужна и важна. Такими были быстрые 10 фактов, 3 задачи. Проект читайбыстро.info. Можете здесь проверить скорость его чтения по урлу буква.info.slashrapid. Вам рандомно достанется один из 50 текстов, потом вопросы к нему, система замерит, как быстро и как правильно вы это все прочитали и усвоили, и выдаст вам сертификат и свои рекомендации по улучшению вашей скорости чтения. Подписывайтесь на канал, конечно же, сейчас же, если вдруг вы еще этого не сделали, прямоугольная кнопка, как говорится, сама себя не нажмет, потом колокольчик, потом комментарий, потом лайк, дизлайк. Вот это все, зачем вы, как правило, приходите на YouTube. Если захотите узнать больше про блокноты для осознанного чтения, которые мы называем букнотами, про рабочие тетради, про смарт-конспекты, про софт-скиллы, про которые мы в последнее время все больше и больше рассуждаем, то тоже обязательно добавляйте себе в закладки наш сайт буква.info.slashblog или просто буква.info. Дам периодически всякие полезности и интересности. Ну и Instagram, буква.info, он, к сожалению, не такой регулярный, как все остальные наши каналы коммуникации, но там тоже иногда кое-чего полезного проскакивает, если вдруг вы активный пользователь Инстаграма. Спасибо, что вот прям до этой секунды дослушали. Надеюсь, увидимся через неделю. Новый я, новый вы, новая книга. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока.